Здравствуйте, тельцы! Это совет Купидона для вас на апрель 2017 года. В этот раз я разделила колоду на старший и младший арканы. Из старших арканов вынула атмосферу месяца. Поэтому у каждого знака старший аркан в атмосфере месяца. И совет с антисоветом из младших арканов. Ну, в атмосфере месяца у вас легли влюбленные. Мне очень нравится эта колода. Она привлекла мое внимание, потому что многие вещи, они здесь показаны с такой житейской точки зрения. Это колода теней, том 2, так и внизу называется. Ну, названия колод все под видео моими, всегда в описании под видео. Что здесь происходит? Вот вы видите, да, парочка стоит, выбирает дом. Они собираются переезжать, или они собираются покупать дом, или они собираются что-то делать со своей жизнью. Вместе, в обнимочку, все у них хорошо. Приятное, кстати, да, такое приятное событие. То есть для кого-то из тельцов действительно это какое-то интересное событие, но оно требует от вас, ну, как бы ответственности. Вам надо определиться с этим. Это решение, оно важное для вас. Так что для семейных людей, может быть, действительно, вы что-то будете, вам надо будет что-то решить в этом месяце, определиться с чем-то. Может быть, это покупка, может быть, это какое-то действие в вашей жизни. Но совет карт, посмотрите, Семерочка Пентакли, надо все-таки просмотреть разные варианты, оценить все грамотно, просчитать все грамотно. И Семерка Пентакли всегда такая, знаете, терпеливый, грамотный расчет. Мы не спешим, мы не делаем скоропалительных выводов, мы сравниваем разные какие-то другие предложения. Учитывайте этот факт, для чего-то вам это посоветовали. Потому что, посмотрите, в антисовете Королевы Жезлов. Это такая, знаете, огненная энергия нас прям вот раздирает. Ну, нет у нас терпения такого особо, нам хочется все быстро. Либо мы на каком-то вот таком вот подъеме, энтузиазме, либо подгоняемые кем-то, заметьте, потому что вы – это земной знак. А здесь, может быть, еще другой человек. Показано Королевой, ни о чем не говорит. Это, может быть, и мужчина, и женщина в общем раскладе. Человек, который такой, типа, да что ты там, давай, смотри, какое классное там что-то. Опирайтесь на… Еще раз посмотрите, какие варианты есть. Еще посмотрите, где какие цены. Подумайте, не спешите с этим выбором. Не спешите с принятием решения. Это очень важно. По моложе тельцам я бы, наверное, сказала следующее, что, может быть, вам как бы совет Купитона про любовь, но иногда он просто и о жизни в целом. Может быть, вам надо, потому что, понимаете, любое наше творчество, занятие, наша жизнь – это и есть то, что нам дорогое нашему сердцу, то, что близко. Влюбленные, может быть, вам надо будет принимать какое-то решение в этом месяце. Для вас это важно. Либо куда пойти учиться, либо с кем вам встречаться, извините, но всякое бывает. То есть любое-любое решение, я бы на вашем месте опиралась на собственное мнение, посмотрела на ситуацию и оценивала сама, сам, сама, неважно. Потому что королева жезлов – это, может быть, допустим, ну, для кого-то это, опять же, говорю, я говорю королева, а не забывайте, что это, может быть, просто любого пола человека. Ну, буду говорить об этом человеке как о женщине, потому что показана королевой. Это может быть подруга старшая, это может быть человек, который достаточно опытный. Я не говорю, что это плохой человек. Даже мама может показываться такой картой. Но вы знаете, вот человек может опираться на свой опыт, на своё видение ситуации, а вам бы как-то, знаете, подумать своей головой, чтобы вот это решение вы принимали, всё-таки опираясь на своё мнение. Потому что это вам жить, вам учиться, вам встречаться, вам, короче, это ваша жизнь. Поэтому старайтесь принимать его сами, не с подпихиванием вот кого-то вас в спину. Или от того, что, ну, так неохота лишний раз возражать, например. Думайте о себе, слушайте своё сердце, думайте своей головой, по сути дела. И никому-то из тельцов может быть, может быть, вы стоите перед выбором уже, может быть, вам необходимо принять какое-то решение. Не торопитесь с этим решением. Семёрочка Пентакли – карта очень такая вот терпеливая. Сначала мы посмотрели, оценили, как она в этом саду. Она же собирает урожай, понимаете? Но она смотрит вот это яблочко. Нет, ещё пусть повисит пару дней. Она ещё не созрела, ещё не готова, да? То есть она вот это вот всё оценивает, смотрит глазками, щупает, думает. В ней нет спешки. Она вот такая вот очень практичная, хорошая хозяйка, да? Так и вы. Старайтесь не торопиться. Потому что королева Жизлов очень такая вот, правда, страстная, огненная. Она горит какими-то желаниями. Она импульсивная всё-таки, понимаете? Вот, к этому вопросу, короче, который вы будете пытаться решить в апреле, и это касается вашей жизни, может быть, личной, любовной жизни, может быть, жизни в целом, вам не надо торопиться. Вам надо все вот эти возможности, варианты всё-таки оценить, обдумать, просчитать ещё раз, и тогда вы уже точно не ошибётесь. Что касается свободных тельцов, опять-таки, видите, могут быть варианты какие-то повлюблённым, потому что повлюблённым, конечно же, и новые знакомства, и встречи, и возникают чувства у нас и так далее, и заинтересованности. Мы в ком-то заинтересованы, кто-то в нас. Может быть, вот знаете, опираться на свои какие-то страсти, на то, что как бы это задорно, весело, может быть, на это не надо. Может быть, надо, знаете, как присмотреться к человеку, подумать, естественно, продолжить это общение, но параллельно, узнавая человека, как мы оцениваем, ну, допустим, финансовую какую-то ситуацию, да, мы смотрим цифры, мы считаем, мы сравниваем, а что в других там банках, например, да, какие проценты. Мы всё вот это оцениваем, и вам спешить тоже не советуют. Вы должны к этому подойти размеренно и грамотно, по каким-то причинам в апреле вот так это. И запомните, что вот эти все, даже самые классные друзья, подруги, кто-то, кто вас торопит, кто-то, кто вам говорит, да что ты боишься, что ты там думаешь. Поаккуратнее с этим надо быть, конечно же, чтобы не ошибиться, чтобы не допустить никаких ошибок. Не должно быть спешки. Не бойтесь, не спешите, не волнуйтесь, просто грамотно оцените всё, и вы правильное решение, вы почувствуете его прям сердцем. Я вам желаю любви и удачи во всём, дорогие тельцы. Пока! Субтитры подогнал «Симон»